Смотрю на нашу дверь, как баран на новые ворота, и подмечаю всякие подробности. Ловлю себя на том, что никогда толком не разглядывал нашу дверь так, как сейчас. На самом деле, просто ни к чему было, это ведь своё. Прислушиваюсь, чтобы разобрать хоть какие-нибудь звуки, но слышу только свою отдышку, и уже собираюсь развернуться и отчалить, но тут дверь приоткрывается, и в просвете возникает лицо какой-то женщины. Она не первой молодости, не из того рыжая, но я первым делом замечаю даже не волосы, а веснушки. Веснушки по всей физиономии. Вокруг рта, на щеках, на лбу, даже на ушах, причём точь-в-точь такого же цвета, как у её кудрявые волосы. Прямо комплект. Я вижу, что она шевелит губами, но, вероятно, молча, потому как до меня не доносится ни звука. Поначалу думаю, что у меня заложило уши, и напряжённо сглатываю, чтобы их прокачать, но потом соображаю, что она ничего не говорит, а просто что-то жуёт. Очки подпрыгивают вверх-вниз в такт движению челюстей, и все лицевые мускулы, вплоть до мельчайших, расслабляются и напрягаются до самых висков. Никаких слов у меня не заготовлено. Я, честно сказать, малость растерялся и стою, дурак дураком, в рот воды набрал. Вам кого? Наконец-то перестало жевать. Взирает на меня поверх очков, а во взгляде какая-то приветливая строгость. Явно не стерва. Ничего другого, пожалуй, сказать не могу. Сглатываю ком в горле, глядя на неё. Представляю, как выглядит моя собственная старпёрская физиономия. Я ищу одного человека, только и говорю ей и в ответ, но тут же спохватываюсь. Вообще-то говорю, мы тут раньше жили. Она так и сверлит меня глазами, оглядывает с головы до пятны. Видно, прикидывает, пора уже вызывать охрану или ещё нет. Это наша квартира была, говорю ей. Редактор субтитров А.Семкин